В стране растет число автомобильных краж. Только за этот год Стражи Порядка задержали 119 автоворов. Особенно осторожными нужно быть владельцем немецких машин. Именно они, чаще других, становятся жертвами угонщиков. А угнать машину можно за 30 секунд, что наглядно и показали Стражи Порядка. Материал Дианы Хадулиной. За год у рижанина Эдуарда украли уже два автомобиля. Оба немецкого производства. БМВ угнали в начале года, а вот Ауди неделю назад. Утром проснулся, вышел из дома, чтобы ехать по делам. И обнаружил, что автомобиля в том месте, где его оставил, больше нет. Первое состояние, конечно, это был шок. Это тяжело поверить. И в первые минуты ты думаешь, что, возможно, ты где-то поставил в другом месте. Но начинаешь восстанавливать события прошлого дня, и ты четко понимаешь, что она именно стояла на этом месте. Первое действие, конечно, это звонок в полицию. Эдуард решил искать и сам. В первые дни прочесал все дворы и переулки. Разместил объявления в интернете. В социальной сети Facebook есть даже целая группа. Так и называется. Украден автомобиль. Но пока безрезультатно. В полиции говорят, число автомобильных краш растет. Если за 10 месяцев прошлого года угнали 689 автомобилей, то за этот же период этого года уже 781. При этом найти удается лишь половину. Чаще всего угоняют машины, которые произведены с 2006 по 2008 год. В топе автомобили марки Volkswagen. Затем следует Ауди и замыкает тройку лидеров BMW. Преступники осваивают все новые технологии, отмечают в полиции и демонстрируют мастер-класс. Угнать автомобиль за 30 секунд. Все, что необходимо, ключ от любой машины и специальное устройство, которое перепрограммирует систему. Машина распознает ключ и заводится без труда. Устройство это самодельное, но можно купить и в интернете. Цена начинает 500 евро. Для того, чтобы это сделать, людям, которые это делают непосредственно в машине, они не должны быть высокотехнологично знающими. Они часто бывают те, которые вообще ничего не знают. Они знают, где это подключить и где ставить ключ. И все. Заводская система защиты не преграда для грабителей, отмечает эксперт. В ходе совместного с полицией эксперимента было проверено почти 4,5 тысячи автомобилей, которые находятся в зоне риска. Две трети из них взломать не составило большого труда.